Как стало известно ЮТВ из собственных источников, после возвращения из неоплачиваемого отпуска 30 июня Владимир Ильяных первым делом назначат Сергея Салмина на пост первого зама. Сейчас он занимает должность министра спорта. Пока эта информация официально не подтверждена, но горожане уже обсуждают перспективы развития Оренбурга при возможном новом мэре. Ведь ранее сразу несколько местных СМИ сообщали, что Салмин – главная кандидатура на пост градоначальника в условиях нестабильного положения Ильяных из-за вопросов силовиков и внезапного отпуска. Так депутат горсовета Нурлан Муджасаров считает, что Сергей Салмин окажется в позиции мальчика для битья, ведь проявить себя на одном месте ему так и не дали. Такая возможная кандидатура на пост главы Оренбурга, по его мнению, может говорить о катастрофической нехватке кадров. Мало кто хочет взяться за очень серьезную работу, которая требует очень большой ответственности. Ну, получается, что все желают стать депутатами Госдумы, там, где, так скажем, ответственность все-таки меньше, чем, например, у главы города. Если будет он первым замом, сложное для него время начнется. Отметим, до назначения министром спорта Сергей Салмин был главой вуза Лука. В этой должности он провел около двух лет. Однако, как считает экс-депутат Госдумы Максим Щепинов, этого недостаточно, чтобы оценить его управленческие качества. У него есть определенные начинания в Базулуке, там, национальные проекты. Начали ремонтировать этот парк, по-моему, Пушкин называется, центральная улица у них, по-моему, улица Ленина. Тоже ее начали ремонтировать. Он начал все эти проекты. Другие ставят в недостаток, что он их не завершил. Что стоит только вот этот случай, там, спасение им ребенка, утопающего из проруби. Хороший человек – это еще не профессия. И, опять же, город Оренбург – это не город Базулук. Здесь совсем другие объемы, совсем другие возможности и совсем другие проблемы. С 2016 по 2018 годы Сергей Салмин был депутатом регионального ЗАГСОБа. Вместе с Сергеем Романенко он входил в состав Комитета по образованию, науке, культуре и спорту. Как отметил парламентарий, активизировался Салмин только когда вопросы касались физкультуры. Однако в роли депутата или главы Базулука, по мнению Сергея Романенко, он был менее гармоничен, чем в нынешней должности. Когда его как министра мы заслушивали, он дал небольшой отчет о коротком периоде своей деятельности. И у меня создалось впечатление, что он доволен тем, что он находится в среде, которая ему понятна. Но, наверное, нужно еще время, чтобы он освоил все тонкости этого крупного министерства. Максим Щепинов считает, что какими бы выдающимися качествами не обладал Сергей Салмин, у него нет кредита доверия от горожан. Ведь если он и станет главой, то в статусе очередного назначенца. Очень много будет зависеть от тех людей, которые придут в команде вместе с Салминым. Понимания нет, кто будут эти люди. Это будут его люди, его команда из Базулука. Либо он здесь оставит тех людей, которые работали с Ильяных. Либо это будут люди, которые работали, например, с Араповым или с Кулагином. Либо это будут абсолютно новые какие-то люди, специалисты, профессионалы. Может быть, те люди, которые сейчас с ним работают в Министерстве спорта. Отметим, сам министр спорта опроверг свое назначение на пост первого заместителя главы города. Портал «Урал-56» он сообщил, что такого предложения еще не было. Но не исключил, что по возвращению из отпуска оно поступит. Как будут развиваться события, станет известно только после того, как Владимир Ильяных вернется в Оренбург. Анастасия Крёсова, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ.